Эфир телеканала Россия продолжает 200 утра Кабардино-Балкария в студии Елена Кушхова. Здравствуйте, спасибо, что встречаете новый день с нами. Начнем, пожалуй, с любопытной информации от Миноборнауки. Неудобное расположение на компьютерных и телефонных клавиатурах, множество трудностей при обращении в ЗАГС и пенсионный фонд. Всему виной буква ЙО. Министерство образования и науки России публикует официальный документ, разъясняющий правила написания этой гласной. Согласно закону, при заполнении важных бумаг писать ЙО, а не Е, необходимо в случаях, когда неверное прочтение может исказить понимание слова, к примеру, слова «нёба». Действует правило при написании названия малоизвестного объекта, а также в фамилиях, географических названиях, как, например, река Алёкма. В других случаях написание букв Е или ЙО вариативно. Отношения между Федеральным центром и Северокавказским округом теперь можно будет изучать на страницах специализированной монографии. Выпустил её Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Издание так и называется «Республики Северного Кавказа. Этнополитическая ситуация и отношения с Федеральным центром». Главная цель публикации – дать научную оценку неоднозначным процессам этнического характера, которые формируют сегодня политическую ситуацию в семи республиках Северного Кавказа, в том числе и в Кабардино-Балкарии. В книге содержатся рекомендации экспертов о том, как оптимизировать отношения между Федеральным центром и Северным Кавказом. Кстати, над созданием монографии работал и наш земляк, доктор философских наук, профессор КБГУ Хожесмель Тхагапсоев. Веселые и находчивые из Кабардино-Балкарии поборются за первенство на международном фестивале КВН в Сочи. Команда юмористов Лена Кука из Нальчика получила такую возможность, одержав победу в финале Межрегиональной лиги Кавказ Международного союза КВН в Пятигорске. Наши земляки надеются дойти до финала. Правда, выступать в Сочи будет непросто, признаются они. В зрительном зале будут только КВНщики, а их рассмешить довольно трудно. Полезный для окружающей среды спектакль поставили в Республиканском эколого-биологическом центре Министерства образования и науки. В детском учреждении таким образом решили встретить Новый год. Готовили вечер не только взрослые. Мальчишки и девчонки помогали артистам, в роли которых выступили педагоги центра, создавать декорации и красочные костюмы. Главное в этом деле, говорят старшие наставники детворы, воспитать любовь к природе и бережное отношение к ней. По состоянию погодных условий в этом году у нас не получилось проводить на улице, но вот в помещениях, на что у нас хватило возможностей, комплексные мероприятия детки у нас делают поделки своими руками. Обычно зрителями таких представлений становится до тысячи детей. Выезжают юные натуралисты и по заявкам учреждений. Заинтересовать подрастающие поколения вопросами экологии вот, пожалуй, одна из задач таких спектаклей. И они тем более интересны, что зрители сами становятся активными участниками действий. До конца года их еще успеют посмотреть учащиеся с первого по пятый классы и воспитанники детских садов. Наши спортсмены попали в десятку лучших в году. Рейтинг лидеров на этот раз оставило Министерство спорта Краснодарского края. Итак, в числе лауреатов чемпион Европы под дзюдом, победитель Кубка мира Беслан Мудранов. Он, кстати, выступает в двойном зачете за нашу республику и Краснодарский край. Отличился в этом году и студент Кабардино-Балкарского госуниверситета Арсен Галстян. Завоевав на главных спортивных играх олимпийское золото для российской сборной, он стал настоящим открытием Лондонской Олимпиады 2012 года. А в Прельбрусе сегодня открытие горнолыжного сезона. По этому случаю комплекс канатных дорог делает любителям покататься со склонов обелиска подарок. Сегодня фуникулеры работают для туристов бесплатно. Кроме того, в горных кафе гости республики будут ждать национальные угощения. А в Краеведческом музее Эльбрусского района развернутся национальные подворья. На этом у меня пока все. До встречи через полчаса. Эфир телеканала «Россия» продолжает 200 утра Кабардино-Балкария. В студии Елена Кушхова. Здравствуйте. Спасибо, что встречаете. Новый день с нами. Начнем, пожалуй, с любопытной информации от Миноборнауки. Неудобное расположение на компьютерных и телефонных клавиатурах. Множество трудностей при обращении в ЗАГС и пенсионный фонд. Всему виной буква «Йо». Министерство образования и науки России публикует официальный документ, разъясняющий правила написания этой гласной. Согласно закону, при заполнении важных бумаг писать «Йо», а не «Е» необходимо в случаях, когда неверное прочтение может исказить понимание слова, к примеру, слова «нёба». Действует правило при написании названия малоизвестного объекта, а также в фамилиях, географических названиях, как, например, река Алёкма. В других случаях написание букв «Е» или «Йо» вариативно. Отношения между Федеральным центром и Северокавказским округом теперь можно будет изучать на страницах специализированной монографии. Выпустил её Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Издание так и называется «Республики Северного Кавказа. Этнополитическая ситуация и отношения с Федеральным центром». Главная цель публикации – дать научную оценку неоднозначным процессам этнического характера, который формирует сегодня политическую ситуацию в семи республиках Северного Кавказа, в том числе и в Кабардино-Балкарии. В книге содержатся рекомендации экспертов о том, как оптимизировать отношения между Федеральным центром и Северным Кавказом. Кстати, над созданием монографии работал и наш земляк, доктор философских наук, профессор КБГУ Хажесмель Тхагапсоев. Весёлые и находчивые из Кабардино-Балкарии поборются за первенство на международном фестивале КВН в Сочи. Команда юмористов Лена Кука из Нальчика получила такую возможность, одержав победу в финале Межрегиональной Лиги Кавказ Международного союза КВН в Пятигорске. Наши земляки надеются дойти до финала, правда, выступать в Сочи будет непросто, признаются они. В зрительном зале будут только КВНщики, а их рассмешить довольно трудно. Полезный для окружающей среды спектакль поставили в Республиканском эколого-биологическом центре Министерства образования и науки. В детском учреждении таким образом решили встретить Новый год. Готовили вечер не только взрослые. Мальчишки и девчонки помогали артистам, в роли которых выступили педагоги центра, создавать декорации и красочные костюмы. Главное в этом деле, говорят старшие наставники детворы, воспитать любовь к природе и бережное отношение к ней. По состоянию погодных условий в этом году у нас не получилось проводить на улице, но вот в помещениях, на что у нас хватило возможностей, комплексные мероприятия детки у нас делают поделки своими руками. Обычно зрителями таких представлений становится до тысячи детей. Выезжают юные натуралисты и по заявкам учреждений. Заинтересовать подрастающие поколения вопросами экологии вот, пожалуй, одна из задач таких спектаклей. И они тем более интересны, что зрители сами становятся активными участниками действий. До конца года их еще успеют посмотреть учащиеся с 1 по 5 классы и воспитанники детских садов. Наши спортсмены попали в десятку лучших в году. Рейтинг лидеров на этот раз оставило Министерство спорта Краснодарского края. Итак, в числе лауреатов чемпион Европы под Зюдом, победитель Кубка мира Беслан Мудранов. Он, кстати, выступает в двойном зачете за нашу республику и Краснодарский край. Отличился в этом году и студент Кабардино-Балкарского госуниверситета Арсен Галстян. Завоевав на главных спортивных играх олимпийское золото для российской сборной, он стал настоящим открытием Лондонской Олимпиады 2012 года. А в Прельбрусе сегодня открытие горнолыжного сезона. По этому случаю комплекс канатных дорог делает любителям покататься со склонов обелиска подарок. Сегодня фуникулеры работают для туристов бесплатно. Кроме того, в горных хафе гости республики будут ждать национальные угощения. А в Краеведческом музее Эльбрусского района развернутся национальные подворья. На этом я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам удачного начала рабочего дня. До встречи.